Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги! Вашему вниманию представляется случай успешной терапии пациента герминогенной опухоли яичка. Пациент 47 лет с диагнозом герминогенная семеномная опухоль левого яичка CT1N3M1S3, 3-й цестазии группы благоприятного прогноза, с метастазами в легких внутригрудных забрюшенных лимфатических узлах. Пациенту была выполнена орхуниклоктомия слева, 4 цикла химиотерапии по схеме БЭП, диагностическая видеоторакоскопия, лапартомия и забрюшенная лимфоденектомия. Осложнение основного заболевания представлено на слайде. Из анамнезоизвестно, что на профосмотре у пациента обнаружено очаговое образование в легких, он был дообследован, выявлена опухоль левого яичка, оперативно удалена. По результатам гистологического исследования 100% опухолевых клеток представлена семеномой. На данном слайде динамика уровня опухолевых маркеров от предоперационного этапа на момент оперативного лечения и на момент госпитализации в Институт Петрова. 10 сентября пациент амбулаторно обратился на прием, откуда был сразу госпитализирован в стационар, в средне-тяжелом состоянии, с интоксикационным синдромом, с признаками олиганурии, где ему сразу же была проведена химиотерапия по жизненным показаниям. Суммарно было введено 60 мг цисплотина и 100 мг этапазида на фоне антикоагулянтной терапии и профилактики синдрома распадопхоли за 3 дня. Пациент был дообследован. По данным компьютерной томографии в брюшной полости определяется образование конгломерат забрюшенных лимфатических узлов суммарными размерами до 22 см в диаметре. Этот конгломерат оттеснял петли тонкой кишки, сдавливал мочеточники, почечные артерии и нижнюю полую вену. Также отмечаются гипоплазия правой почки и признаки гидронефроза. В грудной клетке отмечаются многочисленные метастазы вглевых ких, конгломерат забрюшенных паразофагиальных лимфатических узлов и признаки тромбоэмболии легочной артерии. Динамика показателей функций почек. Признаки почечной недостаточности. Пациенту была выполнена нефростомия слева. Также мы пытались выполнить нефростомию справа, однако из-за вот такого труднодоступного расположения почки ее окружал как раз конгломерат лимфатических узлов и с другой стороны она была окружена печенью. Эта операция показалась нам очень рискованной. Из-за рисков после операционных осложнений мы провели установку стента в правомочеточник. Выполнена также была ангионефоросцентография, по результатам которой фильтрационная функция почек не нарушена. Клинически отмечается улучшение состояния и пациенту был проведен первый цикл химиотерапии по схеме БЭП, итогом которого стало полное восстановление функций почек и просвета легочной артерии. Однако лечение осложнилось фибрельной нитропенией третьей степени и двухсторонней полисегментарной пневмонией. Пациенту проводилась противомикробная терапия, были выполнены все бактериологические посевы, однако источник пневмонии был так и не установлен. На фоне клинического улучшения самочувствия пациента нарастали интерстациальные изменения неясного генеза и в итоге мы решили выполнить диагностическую видеотракоскопию. Хирургам была выполнена метастазоктомия с участком таких инфильтративных изменений. По результатам гистологического исследования в метастазе признаков жизнеспособной опухоли не выявлено, а инфильтративное воспаление характеризуется как фрагмент фиброзированной ткани с лимфогистюцитарной инфильтрацией. Данное явление впоследствии самостоятельно регрессировали, и пациенту мы провели второй цикл терапии. Уже по схеме ЕПА отведения блюмамицина мы решили воздержаться ввиду таких изменений инфильтративных. Эффект терапии расценивается как частичный регресс. Нормализация уровня маркеров после двух циклов терапии. Пациенту был проведен третий цикл химиотерапии по схеме ЕПА, который осложнился достаточно серьезными жизнеугрожающими состояниями, таким как фибрильная нитропиния четвертой степени, сепсис, септический шок, калит третьей степени. По данным биохимического анализа крови уровень ЦРБ составлял 273 мг на литр, прокальцитонин больше двух и признаки нестабильной гемодинамики. Пациент был переведен в отделение реанимации, с ним проводилась эмпирическая противомикробная терапия, стимуляция костного мозга препаратами ГКСФ, натропная поддержка, оксигенация. И все эти явления успешно были разрешены. Суммарно пациенту проведено 1 цикл терапии по схеме БЭП и 3 цикл терапии по схеме ЕПА. Эффект терапии – частичный регресс. Учитывая признаки сохраняющегося конгомерата забрюшенных лимфатических узлов более 6 см, пациенту по стандартам терапии больных семеномными опухолями был выполнен ПЭТ-КТ, по результатам которой отмечаются признаки метаболической активности в забрюшенных лимфоузлах, и пациенту была выполнена забрюшенная лимфоденектомия. По результатам гистологического исследования к гумерате забрюшенных лимфатических узлов жизнеспособной опухоли не выявлено. В настоящий момент пациент находится на динамическом наблюдении, уровень опухолевых маркеров в норме. Спасибо за внимание. Простите, не подскажете, а какой степень была умеренность повышения в накоплении радиофарм препарата? Там было накопление в забрюшенных лимфоузлах более 6 СУФ. По последним данным, в той большой работе, в которой и наше отделение принимало участие, в международном анализе базы данных больных семеном с позитивными ПЭТ после индукционной химиотерапии, на самом деле, можно спокойно пустить пациента и повторить ПЭТ через 3 месяца, потому что еще половина больных, он станет негативным, даже если он был позитивным на момент первой оценки. И им не нужно будет делать дополнительные оперативные вмешательства, поэтому мы сейчас в большей степени у нас уже пробуем все-таки оставлять его на повторный ПЭТ. При отсутствии роста опухоли при семеномах, то мы лучше повторим через 2-3 месяца и посмотрим динамику. В этом плане. Спасибо. Спасибо.